В 1949 году 12 стран учредили альянс для защиты от Советского Союза – НАТО. Спустя 65 лет военный блок насчитывает уже 28 государств и останавливаться не намерен. Ни для кого не секрет, что США нарушили договор с Михаилом Горбачёвым от 1990 года. Вашингтон тогда обещал, что НАТО не то что в Восточную Европу, в Восточную Германию не сунется. А США нарушали этот договор уже несколько раз. На членов НАТО приходится большая часть мировых расходов на оборону. За 65 лет своего существования НАТО не сделало ничего хорошего. Каковы его достижения? Начнем с операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной войной в истории США. Пока единственный результат этой кампании – разоренная страна. В 99-м году бомбардировка Югославии. В результате так называемой гуманитарной миссии погибли и получили ранения сотни мирных жителей, в том числе и дети. Эта американская миссия была абсолютно нелегитимной, несправедливой и аморальной. В 2003 году НАТО осуществляет разрушительное вторжение в Ирак. Возглавляют операцию США и их верный союзник Великобритания. В результате – года террора и огромное количество жертв. В 2011 году в ходе кампании в Ливии операция по созданию бесполетной зоны над страной обернулась полномасштабной военной поддержкой боевиков. «Роль НАТО весьма отличается от заявленной – обеспечения безопасности стран-членов Альянса. На самом деле роль Альянса тогда была иной – агрессия против другой страны». «Официальная цель блока – обеспечение коллективной безопасности». «Все страны договариваются, что нападение на одну страну расценивается как нападение на всех. Это напоминает цепочку альпинистов. Если падает один, падают и остальные». Так обстоят дела на бумаге. Однако в реальности ни на одного члена НАТО никто никогда не нападал. США спонсируют этот Альянс, оплачивая 70% расходов. При этом Вашингтон призывает европейских союзников увеличить свою долю в бюджете блока. «Соединенные Штаты используют НАТО, чтобы расширить свое влияние как мировой державы, хотя это понятие уже устарело». «Единственное, что позволяет НАТО нарушать положение международного права, это то, что главным учредителем блока являются США и Пентагон. И из-за их колоссальной экономической и политической мощи им удается уйти от уголовной ответственности. Иначе генералы НАТО предстали бы перед Международным уголовным судом в Гааге». Годовщина создания НАТО приходится на период, когда актуальность ее существования вызывает множество вопросов. Ее противника больше не существует, а ее военные кампании чрезмерны. «За 65 лет существования Альянса мир изменился и все больше стремится к многополярности. Но НАТО во главе США отказывается принять новую современную геополитическую картину мира, продолжая демонстрировать силу и предпринимать попытки расширить свое влияние». Анастасия Чуркина, РТ, Вашингтон.